Ребят, посмотрите, вокруг какая красота! Все снегом замело, да? Мы, конечно, не увидим с вами здесь, как растут овощи, ягоды, фрукты. Татьяна Богданова везет детскую экскурсию в контактную деревню совхоза имени Ленина. Татьяна влюблена в эти места – поля с клубникой, яблоневые сады. Бывшая жительница Донбасса, теперь экскурсовод контактной деревни. Богдановы оказались здесь всего два с половиной года назад, и это был резкий, но благодатный поворот в их судьбе. Тогда в совхозе еще только начинали новый туристический проект. Устроить контактную деревню было идеей руководства. И правда, где, как ни в одном из лучших хозяйств Подмосковья, стоило устроить такую деревню, чтобы показывать подрастающему поколению, как выглядит домашний скот, как подоить корову или испечь блины в русской печи. Глядя на детей, им очень нравится. Им понравилось самим лепить сушки, им понравилось кормить животных. Им вот это все нравится, я думаю, что это будет немножко менять тоже их видение, не на интернет всякие ресурсы, а на все-таки вот что-то, нечто живое, то, что вот еще в нашей жизни осталось, существует, существует здесь, по крайней мере. Татьяна терпеливо учит малышей, как брать зверей на руки, кормить их. И кажется, что работа здесь сплошное удовольствие. Но содержание контактной деревни – дело трудное. Работают здесь всего пять человек. Семья Антона и Татьяны Богдановых руководит всей работой. Их дорога в совхоз имени Ленина началась в 2014-м. Татьяна и Антон жили на Украине, в Горловке. В семье все было хорошо. Квартира, работа у мужа, родилась дочка. Спокойную жизнь разрушил военный конфликт на Донбассе. В июне 2014-го Богдановы уехали из Горловки в Новоазовск, чтобы переждать события. Через месяц Горловку стали обстреливать. Еще через месяц произошла трагедия. Во время обстрела погибла мама Антона. Это был такой сильный удар для нас. Ну, просто это вот не передать словами, то есть эти эмоции – это все. То есть это была сильнейшая психологическая травма для нас. И с тех пор как бы надо что-то делать. То есть возвращаться мы приняли однозначное решение, мы не будем. Надо уезжать и пытаться все построить сначала. А дальше последовал их первый год в России, самый сложный. Математики и аналитики работу по специальности найти Богданова не смогли. Но и других предложений по трудоустройству не было. Свердловск, Нижний Тагил, Таганрог. Без работы, жилья с двухлетней дочкой на руках. Семья переехала в Москву. Здесь жизнь тоже не складывалась. Дочка тяжело болела. В последние месяцы в столице семья жила там, где работала Татьяна. И вот тогда в судьбе Богдановых произошел долгожданный поворот. Татьяна лежала в больнице с дочкой. Соседка по палате дала совет – обратиться в совхоз имени Ленина. Я думаю, что за совхоз? Я даже не слышала такого. Она говорит, вот ты поедь просто, посмотри, что это за поселок, ты даже не представляешь. Там такая красота, там такой руководитель. Он очень грамотный и добродушный человек. Татьяна подумала, почему бы и нет, и написала в совхоз электронное письмо. И тут приходит ответ. Татьяна, где вы сейчас находитесь? Я написала, мы в больнице с ребенком в городе Видно. Все, ответа не поступило. Я думаю, ну ладно, ждем. И тут, знаете, как в сказке. Открываются двери, заходит Павел Николаевич ко мне в палату. Директор совхоза Павел Грудинин предложил Татьяне и Антону дом на территории контактной деревни, чтобы Богдановы жили и работали там. На принятие решения у семьи ушел один день. Я, конечно, себя слабо представлял в сельском хозяйстве. Я вообще не думал, что сельское хозяйство может быть такое. Я бы по-другому себе это все представлял. Ну а когда я приехал и увидел, то решился. Свой дом такой желанный. Отсюда Антон руководит работой контактной деревни. Маленькая Полина перестала болеть. Свежий воздух, спокойная жизнь сделали свое дело. Дочка ходит в садик, а родители много и с удовольствием работают. Признаются, что агротуризм уже успел стать частью их жизни. Как планы есть построить вегетариум, трактородром точно будет, лабиринт, кукурузный лабиринт. То есть все будет больше, мы будем становиться все шире, все шире. И у нас получится самый крутой, я думаю, и так он уже самый крутой, агротуризмический проект России, но получится нечто другое. Сейчас в контактную деревню совхоза имени Ленина приезжают порой до шести экскурсий в день. Каждую программу здесь продумывают до мелочей, ищут оригинальные идеи. Оба, и Антон, и Татьяна, признаются, что в совхозе имени Ленина они нашли не только дом, но и дело всей своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok